Привет! Ростов пал. Таких результатов от украинского контрнаступления, кажется, не ожидал никто. И вы говорите искусственный интеллект. Есть вещи, которые просто невозможно спрогнозировать. Вообще-то, то, что происходит сейчас, это называется обрушение власти Владимира Путина. Это черный лебедь. Но что, россияне, нужна ли была вам так Украина? Величия захотелось. Возможно, в рамках международно признанных границ вы когда-то к этому придете. Да, ЧВК «Вагнер» по дороге в Москву захватили город Ростов. Сделали технично это. Действительно, это настоящая армия. Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нет. Санитарные борта уходят. Проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Если вам, как и мне, нравится информация о том, что ВВС России или как они себя называют ВКС наносят авиаудары по российской территории, подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну что, ребята, послушаем Евгения Викторовича, потому что, ну да, это, пока говорят, мятеж, маленькое историческое или политологическое отступление Владимиру Путину, который носится с идеей госпереворот, госпереворот, кровавый. Я кое-что сейчас объясню. Он обычно про 2014 год говорит, но, может быть, мы будем говорить и о 2024 годе. Значит, где и как разобрать, это революция или госпереворот, если к власти все-таки пришли, то есть победили так называемую законную власть, россияне, как вам ваша законная власть? Тогда это революция. А если сейчас нанесут ракетно-бомбовый или ядерный удар по Ростову-на-Дону и убьют пригоженный ЧВК Вагнер, тогда это мятеж. Вот так вот. Кстати, насчет ядерного удара, блин, иногда возникают такие мысли, которые многим могут понравиться. Хотя изначально, по идее, планировалось бомбить Воронеж. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК Вагнер поменьшало работе и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. А на фронте у них действительно большие проблемы. Я не буду забегать вперед. Есть официальные органы власти. У нас режим военного положения никто не отменял. И все будет сегодня сообщено. Но по моим источникам, вот пока там Оля коллективная Скобеева выходили на нечистоты и рассказывали о том, что у нас там колоссальные потери, они перебили все наши тигры. Так вот, первые вот эти вот дни контрнаступления основной силы даже близко не использовались. Кстати, насчет Оли, может быть за все вот это вот вранье, которое было сказано в первую очередь россиянам, она должна будет провести по 60 минут с каждым бойцом Вагнера. Кстати, а почему только Оля? Женя тоже. Там ребята с разными предпочтениями. Европа! Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Сколько раз нам Путин говорил о том, что погибших сколько? Один к десяти. Да? Владимир Путин, Владимир Владимирович Маньяк, не до царя. С каким он удовольствием всегда рассказывает, что вот, расходуют мобилизационные ресурсы Украины, о том, что люди погибают, и мы убьем всех украинцев. Да, об этом говорит Владимир Путин. Война до последнего украинца. А вот тут вот, внимание. Оказывается, есть вещи, о которых не говорят по российскому телевидению. И это жертвы среди непосредственно граждан России, мобилизованных. А Пригожин, наш правдорубец, он сказал, что 2-я армия, Шойгу, тех, кого не убили, просто разорвали контракты и сбежали, пока не изменилось законодательство. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нету, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Он не бежал, он сделал жест доброй воли или перегруппировался и отошел на более выгодные рубежи, на высоты. Но вот эти вот цифры о потерях среди российских военнослужащих, где-то я это уже слышал. Где же это слышал? Да-да-да-да. А, мы соответствующую сводку смотрим каждый день на сайте Министерства обороны. Ну, да, там написано убитые, но во время боя там попробуй разбери, убитые они или раненые, или убрут они в госпиталях, но факт остается фактом. Значит, сейчас ЧВК Вагнер практически еще немного и будут воинами света. Да-да-да. Они сейчас контролируют город Ростов, как вы слышали, аэродром. Причем, мне, кстати, кажется, российским пилотам в Украину надо прекращать выезжать. Это важно. Это очень важно. Выезжать, вылетать, как бы там ни было. Значит, я чувствую, что в Кремле настоящая паника. Ведь они даже Андрееву на Первом канале позвали для того, чтобы она рассказала, что, ого, что-то не так на болотах. Был экстренный выпуск новостей, но, к сожалению, пока это не Лебединое озеро, но это близко. ...специальный выпуск новостей в студии Екатерины Андреевы. В пятницу вечером в социальных сетях от имени Евгения Пригожина стала активно распространяться информация о том, что вооруженные силы России якобы нанесли удар по тыловым частям ЧВК Вагнер. Нужно отдать должное, что сообщения действительно распространяются. И сейчас, наверное, какие-то гигантские рекорды будут подписчиков на пресс-службу Пригожина и другие соответствующие его телеграм-каналы. Да, повар, он, если мог использовать механизмы для того, чтобы вмешиваться в американские выборы, то кто сказал, что у него нет соответствующего ресурса, чтобы вмешиваться или влиять на Российскую Федерацию? На российских граждан. Ведь это на самом-то деле еще проще, потому что весь официоз, все вот эти вот ток-шоу, теленовости и так далее, все под контролем Кремля и везде вранье, вранье, вранье и вранье. Меня просто безумно порадовал вот этот вот выпуск новостей. А еще меня порадовал диалог, как Пригожин проводил его замминистра обороны в уже павшем штабе Южного военного округа инузбеком Евкуровым. Пригожин очень классично рассказал о том, как ВКС России вертолеты хотели уничтожить Вагнер и фигачили по гражданским объектам и по автобусу. И вообще на дорогах люди. Слушайте, для россиян это, наверное, будет большое удивление. Когда многие радовались, когда наносили удары соответствующего плана по территории Украины. А вы видите ли как? С Соколом Шойгу, Герасимова и Путина получается действительно все равно, кого убивать. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с улетелем. И совести у вас никакой не было от этого. Ну, во-первых, я первый раз слышал. Я не было разговаривать. Я с вами на улице говорю. Ну, кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать. Когда слышишь такие выражения, то вроде как и про автобус с гражданским населением сразу забываешь. А не надо забывать. ВКС России развалили автобус на территории России. Ну, кто здесь преступник? Разве Пригожин не прав? Ну, он же прав. Ну, это же просто чушь. Ну, а вот когда ты, вы замминистра обороны, заметьте, у Евкурова, кстати, среди военных самый большой авторитет. Да, так у них устроено, потому что он там немножечко воевал. Ну, и вообще, чувак при памяти. Но ему тоже нельзя на ты называть Евгения Викторовича. Он сразу всех поставил на место. Чудеса просто. Никто не мог ожидать, что будет сегодня такой прекрасный день. Работайте, братья. Я говорю, не надо, обращай. Ну, надо. Если вы самый простой, надо выговорить. Да, я на выговорю. Ну, если вы говорите, нет ли у меня там, нет ли у меня. Вот и вот так. Ну, давайте так все равно думаем. Что делать? Еще раз. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальник генштаба и шайки. Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву. Помните, был такой случай, когда шаман Габышев собирался там из Урала, из Якутии или откуда-то там, ну, в общем, пройти пешком всю Россию. Был такой поход на Москву. Габышева они арестовали, посадили в психушку и вот сейчас вот судят. Он тоже это называл походом на Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания бесов. Но что это значит? Что вот эти вот силовые российские органы вот шамана арестовали. А вот здесь вот, когда за дело берутся вооруженные люди, все по-другому. Ну, я просто, честно говоря, говорю это и сам не верю, что такое возможно. Мне очень радует, когда на улицах российских городов, Москва, ну, Ростов уже пал, уже не считается, в Москве очень много российской военной техники. Всех подняли по тревоге, дали патроны. Наверное, не по 0,2 БК, когда отправляли на российских оккупантов в Киев. Немножко патронов больше, можно стрелять, ведь в Киеве много вооруженных людей, а в Москве много невооруженных людей. Так вот, получается, что Пригожин и здесь прав, что экономят технику и боеприпасы. Все поближе к Москве, чтобы защищать задницу пыпы или пыни, или, да, Владимира Путина. Вот в ЧВК «Вагнер» они президента России не любят. Называют его пыпа или пыня. Здорово. Вот это тот случай, когда мне жалко, что на оккупированных территориях они положили интернет, российским солдатам было бы интересно посмотреть на эту картину. Не мешают управлять войсками, а украинская армия идет за ними, идет за ихними жизнями. Кто не сдался, ВСУ не виноват. Сделаю небольшой акцент или отступление. Дело в том, что у нас в ССУ сейчас новая проблема. Она реально серьезная. Ну, ее решат, конечно. Некуда девать пленных. Их очень много. Их надо охранять, их надо кормить. Ну, масса, что с ними надо делать. А их отправляют на мясо и отправляют. Ну, что же. Ну, блин. Никто не предполагал, что начнется вот этот массовый вал. Это вопрос не риторический. Ребята гибнут, потому что вы их заталкиваете на мясо. Без боеприпасов, без мыслей, без каких-либо планов. Просто престарелые клоуны. Самое большое, что меня отверстие, это что-то преднят, минимум. В Киеве был праздник в шампанском. Где? В Киеве. Ничего страшного. Праздник в шампанском в Киеве, когда вы бросаете красные лиманы, изюмы и все остальное. Вот тогда праздник в понеделе в Киеве. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда, для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Если бы... Это первое. Вы и выйдем начали? Ну, конечно. Да. Подтянем субтитры. Послушайте, если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, то, что мы сюда на танках не приехали. Понимаете? Мы не встречали бы о нем вертолеты. Вы считаете, что... Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию. То, что говорит Пригожин, это же правда. Это правда. И это прекрасно понимают и воспринимают граждане России, которые вот это вот все время как-то не могли понять. А зачем это все надо? Зачем это все надо? А оказывается, это надо, потому что, ну, как говорил Пригожин, Шойгу хочет получить вторую героевскую звезду. А еще потому, что вот эти вот дедушки действительно престарелые мудаки. Ростов сегодня особо прекрасен. У них теперь люди с разными видами повязок. Правильные пацаны из ЧВК Вагнер – это белые повязки. Они правильные. Те, которые временно верны, как мы уже выяснили, преступному режиму Путина с красными повязками. Пишите в комментариях, за какую команду болеете вы. Красные уже атаковали с вертолетов белых. Белые потерь не понесли. Гражданские погибли. Просто такое впечатление, что у них не только Тувинский дегенерат, но еще и этот Санкт-Петербургский дегенерат. Я говорю о Владимире Путине. На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу у вертушек. В подразделениях ЧВК Вагнер все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 тысяч. А после этого еще 25 тысяч. Потому что мы умираем за родину. Мы умираем за русский народ. Который надо освободить от тех людей, которые бьют по мирному населению. По которому били только что в Ростове с вертолетов. Один пилот, принадлежность ФСБ, отказался выполнять вылет и наносять удары. Молодец пилот ФСБ. У них действительно есть на России потенциал. Я, если честно, Евгения Викторовича полностью поддерживаю. Во-первых, как это ни странно, он неоднократно заявлял, что враг это не Украина. Все эти Олькины басни про, что там, нацистов, это бред. Это, знаете, эти басни, вот когда ты нажимаешь кнопку унитаза и работает сливной бачок. И там ничего не остается от того, что там было. Так вот будет с этими вот российскими пропагандистами. Их слова ничего не значат. Но, что ж, смотрим за ситуацией. Мы болеем не за две команды. Мы болеем за команду Пригожина. Ну, по крайней мере, я. А дальше будет видно. Почему за Пригожина? Потому что с ним нам будет легче договориться. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и что? Украина была, есть и будет. А что будет с Россией? Конец! До зустречи!